Добрый вечер, Гомель! Каждый вторник в прямом эфире на Беларусь4 мы даем полезные советы, которые пригодятся каждому. Сегодня поговорим о детских играх. Согласитесь, современные родители очень озабочены ранним развитием своего ребенка. И почти с пеленок мы начинаем водить детей в развивающие центры, всевозможные секции, кружки. Очень стремимся как можно быстрее вырастить из своего ребенка гения. И при этом недооцениваем простую детскую игру. Вы знаете, сегодня очень многим родителям простые куклы, прятки, машинки кажутся пустой тратой времени. Так ли это на самом деле и вообще какова роль игры в развитии ребенка, вот об этом расскажут герои нашей сегодняшней программы. Сегодня у нас в гостях Ольга Синицына и Геннадий Муравьев. Это многодетные родители, которые знают, как увлечь непоседливого малыша. Добрый вечер, спасибо, что пришли сегодня в нашу студию. Вот какие игры можно придумать из подручных средств, расскажет воспитатель с 30-летним стажем. У нас в гостях Ольга Ткачева. Добрый вечер. Какие игры развивают, какие опасны. Об этом, конечно же, знает наш психолог Людмила Тутынина. Люда, добрый вечер. Добрый вечер. Ну а вот какое занятие объединяет детей и родителей. Покажет, не просто расскажет, но еще и покажет мастер под экупажем Екатерина Титкова. Екатерина, добрый вечер. Спасибо, что вы сегодня тоже с нами. Дорогие друзья, очень интересно, в какие игры играют ваши дети. Мы ждем ваших сообщений в Вайбере. Ну а пока узнаем, какая же любимая детская игра вот в семье у Ольги и Геннадия. Я хочу сразу, да, я вот Геннадий сразу хочу обратить внимание, что вы один из тех редких, хотя, может быть, в последнее время уже и это частая ситуация, да, тех пап, которые находятся в данный момент в декретном отпуске. Вот расскажите, вы первый, по крайней мере, мужчина, которым я задаю этот вопрос, как, каков папе в декрете? Папе в декрете нормально. Даже можно сказать, хорошо. Но папа должен быть подготовленный к этому процессу, потому что все-таки тяжело. Тяжело выполнять обязанности по уходу за ребенком. И мамы, и папы, и няне. И мамы. Всем тяжело, но когда папа начинает заниматься этим, это, во-первых, ну непривычно ему. Но с какого возраста, вот сколько было малышу, когда вы вот остались с ним впервые, вы думаете? Начнем с того, что это мой второй отпуск по уходу за ребенком. А, то есть практика уже есть. С Лизой я ушел, по-моему, год был. А с Пашей я пошел, ему два месяца было. То есть ты же кормить там, пеленать. Ольга, вы такая храбрая женщина. Мы со всем справились. Мы грудное вскармливание не потеряли. И все проблемы решались. Ну вот Ольга смотрит на вас сейчас с такой гордостью. Да, мне кажется, любая женщина вот так вот на мужа, можем вот так вот на папу все оставить, а потом с гордостью на него смотреть. Здорово. Вообще, кстати, Геннадий, у вас очень много титулов. Я вот хочу познакомить наших зрителей. «Лучший папа города». Звание «Самый творческий папа» на конкурсе «Отец-молодец». При этом вы еще являетесь активным участником проектов «Папа-зал» и «Папа-школа». Вот я вот Ольге все-таки задам вопрос. А значит ли это, что с детьми в вашей семье играет чаще всего папа? Ну если с детьми дома папа, конечно, играет папа, если мамы в это время нет. Но когда дома мама, конечно, с детьми играет мама. Все внимание достается маме. Вообще, многие родители, вот я знаю, Люда, очень хотят мамы, очень хотят привлечь папу к игре с ребенком, особенно, например, с девочкой, но не у всех получается пап. Стоит ли вообще с этим мамам бороться? Если да, то как? Наташа, но если папа не знает, во что играть, то папе нужно предложить быть самим собой, достать то, что ему интересно, и ребенку просто-напросто это все... Паяльник, да? Почему бы нет, Наташа? Почему бы нет? Вот если мы сейчас спросим у папы. Но детям будут интересны эти предметы? Я про это и хотел сказать. Мы строим дом за городом, и когда я начинаю что-то делать, малыши вот подходят, дай молоток, дай гвоздик, вот им дощечку, по молоточку, по маленькому, по гвоздику, и они могут час сидеть и постукивать, и им нравится, им хорошо, и все предели. Ничего не надо придумывать, правда? Ничего не надо придумывать. Ольга. У нас есть набор всех инструментов, и мы не делим игрушки для мальчика и для девочки, и девочки у нас точно так же обращаются с молоточками, а мальчик у нас играет с кастрюльками и куклами, и это переливается из одно в другое, из одно в другое, и никакого разделения нет. Дети очень любят. Хороший вопрос, вот эти вот гендерные роли в детской игре, вот что можно сказать? Вот мне не твое мнение, как психолога даже интересно, стоит ли разграничивать? Вот эта ранняя социализация, специализация, что ты мальчик, ты девочка, в будущем может очень серьезно аукнуться. В каком плане, например, мальчик будет говорить, я не буду стирать носки, это только женщины должны делать, я не буду готовить пищу, это только... А кто должен стирать носки, подождите? Давайте определимся. Стиральная машина. Стиральная машина, хорошо. Стиральная машина. Дети не понимают этого разделения, это мы им навязываем это разделение. Мы им учим этому, да, показываем пример. Мы им навязываем, не учим, мы навязываем. Девочке интересно подержать молоточек в руке, но почему бы нет? Так же, как и мальчику, интересно посмотреть, как мама разделывает тесто на пельмени, но почему бы нет? То есть, отвечая на этот вопрос, ты занимаешь четкую позицию, что гендерное должно быть, так скажем так, ну равенство, если можно так сказать, да, обязательно в детских играх. Не должно быть. Вы с такого же мнения, да? И почему бы сыну не посмотреть, как готовит его отец? И в будущем не взять пример. Ну, главное, чтобы в косметичку не залез, мне кажется. На сегодняшний день это тоже очень важно. А если он будет актером? Так. А если ему нужен будет профессиональный грим? Ольга, аплодисменты. А если женщина будет в будущем за рулем, правда? Вот сразу видно, что это не просто мама, но еще и... Расскажите нам, кем вы работаете, да, познакомьте тех, кто не знает до сих пор. Я педиатр с большим уже стажем. На сегодняшний день я руковожу одной из детских поликлиник в городе. Помимо медицины, мое большое хобби – это именно раннее детство, именно развитие ребенка, естественное развитие ребенка, без перегибов. Без перегибов. Да. И безопасное детство. Я руководитель модельного центра профилактики детской травмы и обучаю медработников, педагогов, родителей. Как безопасно играть. Как безопасно. Как сделать дом безопасным, как позволить ребенку расти, развиваться, но сохранить при этом его здоровье. Дайте несколько рекомендаций нашим родителям. Как действительно играть с детьми, чтобы это было безопасно. Или, может быть, как угомонить постоянно взволнованного ребенка. Ну, скажем, может быть, что-то из вашей практики. Ну, во-первых, к ребенку не надо относиться как к чему-то бездушному, маленькому и непонимающему. Когда мы видим маленького ребенка, очень многие родители ведут себя так, как будто он, извините, кабачок. Он не слышит, он не понимает. А ведь у ребенка уже внутриутробно формируется внутренняя речь. А после рождения эти навыки приобретаются и приобретаются и приобретаются. И, условно говоря, ребенок в 6 месяцев может запоминать примерно 40 минут стихов. То есть, если с ним в процессе, в таком мягком, ненавязчивом, не кладут перед собой и не читают ему поэмы, а в процессе дня, пестушки, частушки, мама рассказывает... Или папа. Папа. В вашем случае папа, наверное, да? Нет, мама в раннем детстве тоже очень много вкладывает в ребенка. Рассказывает свои действия, простые бытовые, самые простые свои поступки. Все объясняет. Ребенок это все записывает. И самые простые слова запоминает. Мой подход к безопасности такой. Ребенка надо обучить. Обучить. Мы не можем убрать, условно говоря, из дому кипяток. Взрослые очень любят чай и кофе. Для того, чтобы напиток получился, его надо заварить. Но в Гомеле каждую неделю пять детей получают серьезные ожоги. Те, которые требуют госпитализации, серьезного медицинского вмешательства. Это очень больно. Это травматично на всю жизнь. Как сделать? Значит, надо ребенка учить. Да, должны быть беспретендентные правила безопасности. Кастрюля должна стоять возле стены. Ковшик должен быть с отвернутой ручкой к стене. Не должно быть на краю сковороды. Но чашка с кипятком тоже дальше от края. Но эту чашку мама постоянно берет и пьет. Папа постоянно берет и пьет. Очень притягательно, правда? И малыш видит, он будет повторять это действие. Взять чашку, поднести ко рту. Поэтому нужно показывать, что температуру чашки надо проверить. И мы месяцев шести с каждым ребенком показываем, что сначала пальчиком надо потрогать, потом ладошкой. Так. И только потом можно взять. И бывает так, что дети шалят, играют, увлечены чем-то, видят чашку, а я говорю, стоп, пальчиком. И опять я буду это повторять и в шесть месяцев, и в семь, и в год, и в полтора. Надо будет и трехлетнему повторю. Повторю, хотя обычно уже после полутора они это не хватают. Получается, у наших детей очень часто, сколько бы игрушек мы им не покупали, но вот такая чашка будет для него притягательной и самой любимой игрушкой. К чему говорю? Вот Ирина, наша телезрительница, написала интересное сообщение, мне кажется, прямо в тему. Мой сын, пишет Ирина, она считает, что он не умеет играть. Он постоянно балуется, разбрасывает игрушки, он бегает по комнате, он достает кастрюли из шкафа, он рассыпает фасоль. А вот с игрушками, ну я так понимаю, нормальными с точки зрения Ирины, он практически не играет. Но я так понимаю, что эта история знакома вам. Да, и если вот наша Ирина считает это баловством, то вот мне интересно ваше мнение. Вот давайте Ольге спросим. Ольга, как вы считаете, прокомментируйте вообще это сообщение. Стоит ли волноваться, если ребенок играет с фасолью, с кастрюльками, с чашечками? Ну, мама, наверное, больше беспокоится о порядке в доме. Но когда появляется ребенок, про порядок надо забыть. И для ребенка очень важно, я поддержу ваше мнение, создать безопасное пространство. Как говорит народная мудрость, лучше палец в свечку, чем голову в печку. Поэтому ребенок вообще тянется к тому, с чем играют взрослые. Для него это притягательно. И пускай он будет помощником. Ведь очень часто детям не хватает внимания. И, возможно, этому малышу тоже не хватает внимания. А взрослые покупают детям игрушки, и в магазине, возможно, меньше, чем дома. А как с ними играть? То есть игрушка есть, а как играть не научили? И взрослые сами, наверное, не до конца понимают сами. Да, конечно. Я сталкивался с таким случаем, когда приходил парень и рассказывал, вот у меня сын, мы покупаем игрушки, дорогие, любые. И он в течение 15-20 минут ломает ее. Все, игрушки нет. И мы разговаривали, просто ребенку никто не объяснил и не показал, и не поиграл, как играть в эту игру. Многие родители думают, что ребенок сам должен понимать, ведь это детская игрушка, в конце концов. Не взрослая, да, Людмила? Наташа, я когда сегодня собиралась на эфир, да, я просто зашла на кухню, и вспоминая, чем играл мой ребенок, малыш, внук, да, то есть вот это последний опыт. Я взяла несколько вещей, вот просто хочу сейчас показать, да. Это игрушки какие-то, специально купленные бабушкой любимой? Нет, 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 Наташа, у него на самом деле очень много игрушек, да, но вот я бы просто принесла предметы, да, и хочу показать нашим зрителям. Что это? Скажите, вот это вот на что похоже? Это форма для оладий. Ага, вот видите, вы знаете, форма для оладий, но ребенок не знает, что он будет делать с этим. Он будет примерять там. Может, как очки, правда, а может быть там... Может, как шапочка. Как шапочка, а может быть там что-то куда-то, да, каким-то образом будет манипулировать. Посмотрите, мягкая. А вот эта штука яйцерезкая. Наташ, я не знаю, что это такое, но посмотри. Это достаточно забавно, интересно, правда? Это же вот интереснейший молоточек для ребенка. А еще вот такой момент. Крем у мамы. Ну какая волшебная коробочка, правда, так хочется ее потрогать, что-то с ней поделать. На самом деле на кухне игрушек... Ты обошлась, я с финансовой точки зрения, просто прекраснейшим способом собрала мешок с игрушками, называется. На кухне огромное количество вот таких предметов. Или вот, ну просто чудный такой прибор для кулки орехов. А, кулки орехов, да, да, да. Но ребенок, вот он играет с этим, да, здесь можно и орешки, да. Ну а вот давай Ольге спросим, Ольга, насколько безопасны, в принципе, вот эти вещи, раз мы говорим сегодня о выграх в детских игрушках. Я немножко сделаю шаг назад и скажу, что все-таки вернусь, повторю, что для ребенка очень важно подражание за взрослыми. И если наш телезритель проводит много времени на кухне и готовит, малыш тоже хочет в этом участвовать. Для детской безопасности, ну, например, на кухне выделили самый большой ящик и наполнили его такими вот волшебными предметами. То, к чему... Отжалели, да, Ольга? Да, мы на них не претендуем. То, к чему тянулись дети, кстати, каждый последующий ребенок немножко меняет этот набор, мы убираем. Играет он с крышками полиэтиленовыми, они у нас нескольких цветов, специально в быту мы пользуемся обыкновенными, но учитывая, что ребенок играет, значит, мы положили их нескольких цветов и не надо покупать дополнительные карточки. Мы рассказали, что это красный, это желтый, это зеленый. Все. И это просто, о, у тебя зеленая крышечка, отлично, а достать зеленую ложечку к ней. То есть все, что, чего касается ребенок, мы используем в качестве игры. Понятно, мы убрали все ножи, все колющие, режущие предметы, но все то, что безопасно, вот здесь Людмила продемонстрировала все безопасные предметы. Пожалуйста, ребенок сам придумает, для чего это ему нужно. Но помимо такого прямого подражания, мы с раннего детства детей учим готовить. Да. То есть, смотрите. То есть папе вообще в вашем хорошем день греет? Дети готовят, слушайте. Но к этому надо привыкнуть и настроиться. И, например, до появления детей, ну, отбивные мы делали большим молотком. Ну, быстро, удобно. С появлением детей большой молоток, я даже не помню, куда мы его спрятали, а приобрели маленькие молоточки для отбивания мяса, которое может поднять полуторагодовалый ребенок. Да, теперь мясо не отбивается не две минуты, но пятнадцать. Ну, хорошо, но это счастье, понимаете? Вот после этих десяти-пятнадцати минут, что полуторагодовалый ребенок постучал по мясу, и он поучаствовал в приготовлении блюда, ему помыли руки, и он побежал играть со своими играми. И маме помог, и счастлив. Учим их взбивать яйца, даем банан и столовый нож. Дети с полутора лет вполне себе хорошо со всеми... А тесто, Оля? С тестом манипулируете? С тестом, безусловно. Тесто это вообще... Ну, это, наверное, у каждого. После красивого печенья есть два черных колобка, да? Которые после детских ручек просто невозможного цвета. Но обязательно, обязательно, и если это отварная морковь, то ребенок ее нарежет в самой фантастической форме, и все будут с удовольствием есть и угадывать, кто нарезал. Я знаю, о чем думаю, вот если сейчас смотрят нашу программу производителей детских игрушек, они думают, что мы сейчас разорим их бизнес полностью, потому что мы уже сколько времени говорим о том, что самые лучшие детские игрушки – это то, в принципе, да, что окружает, то, что ему близко и понятно. Хотя не стоит, конечно же, исключать и самые разные дидактические материалы, и самые разные игры и игрушки. Я бы хочу напомнить нашим зрителям телефон прямого эфира – 3422-43. Это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Как обычно, по вторникам мы делимся полезными советами, которые полезны каждому, дорогие друзья. И сегодня мы говорим про детские игры. Хотелось бы вот вас еще уточнить, Ольга, Геннадий, насколько вот внимание вашей семье уделяется казакам-разбойникам, я не знаю, там, пряткам, вот этим вот подвижным играм. Сегодня, не зря спрашиваю, Геннадий, у нас такой яркий участник «Папа-зал» этого движения, проекта интереснейшего. Расскажите. «Папа-зал» работает, вообще проект работает уже четвертый год, работает в Гомеле, полностью открыли залы во всей Беларуси, во многих городах, не только в областных, несколько залов в России и в Украине, в Киеве точно, не помню, еще где-то есть зал. Большой проект. Суть проекта в чем? А вы в этом проекте как давно? С самого начала. С самого начала. Ну вот скажите, вот до того, как появился «Папа-зал» в вашей жизни, в вашей семье, да, и вот то, что сейчас происходит, подвижные игры, вы как-то по-другому на все это посмотрели? Подвижные игры у нас дома присутствуют. Мы купили детский городок спортивный. А, то есть вот эти вот канадки там, у нас не канады, у нас ранний старт. Ранний старт. Он большого размера, мы отжалели практически половину 18-метровой комнаты. Да, и пособия по рождению ребенка. Хорошее вложение, Ольга, как вы считаете? Очень хорошее, очень хорошее. И дети буквально, вот Лиза, она начала сразу лазить, еще очень хороший у наших младших возраст, разница 3 года. И Паша берет такой пример с Лизой, вот что она не делает, и он здесь. Она полезла, и он с малолетства, буквально с нескольких там вот, с года, он начал лазить по этому городку. И такие навыки у него, просто сейчас неимоверные вещи вытворяет на городке. То есть вы, скажем так, времени на подвижные игры со своими детьми, скажем так, не экономите? Нет, конечно. Вообще развитие ребенка, я думаю, сейчас мне Людмила поможет и дополнит. Очень важно в первые два года жизни это именно физическая активность. Именно физическая активность ребенка закладывает его интеллект. Именно физическая активность ребенка закладывает его способность перестраиваться, мыслить, подстраиваться множество функций. И поэтому именно физической активности, активным играм, в том числе на свежем воздухе, мы... То есть мама, которая написала нам, что ее беспокоит ребенок, который постоянно носится по комнате, в принципе, может не волноваться. То есть это вполне нормально и, скажем так, делает его умнее. Я так вот следую вашим словам. Если ребенок сидит в уголочке и не подает никаких признаков, да, скорее всего, это нездоровый ребенок. Вот. И маму должно насторожить... Либо здоровый, но шкодит. Либо здоровый, но шкодит. Но это лучший вариант. Это очень важное, кстати, замечание. Это лучший вариант. Лучший? Ребенок должен, он должен бегать. А как он будет осваивать свое тело, скажите? Как он будет учиться ходить, бегать, ползать, если он не будет двигаться? Слушай, ну вот ребенок, вот видишь ты, как мама, вот видишь, что он сейчас будет шкодничать, да? Тебе надо дать ему понять, что ты это знаешь? Как себя вести? Ну, дать понять и сказать, что ответственность вообще-то за ним. Так и сказать, вот когда ему полтора-два года, там, или три. Так и говорить. Ты разбрасываешь игрушки, ну, знаю, собирать придется тебе. Ты готов к этому? Да! Наташ, знаешь, знаете, в чем... Ты разрежешь эту майку, мы будем ей вытирать пыль. Да. Так, и все. В чем самая большая проблема? В том, что мы к детям относимся как к недоделанным взрослым. А нужно к детям относиться как к совершенным маленьким людям. Вот как они есть... К маленьким взрослым? Не маленьким, а к маленьким людям. Маленькие-маленькие. Вот смотрите, есть роза, есть бутон. Мы же не говорим, что бутон – это недоделанная роза. Мы говорим, какой совершенный бутон? То же самое, ребенок – это совершенное существо уже. Ну, и игра, игра, да, это его основная деятельность. И в игре он получает опыт какой? Делать ошибки, нести ответственность за ошибки. Понимаете? Вот я тебя слушала и слушала. Принимать правила. Принимать правила, следовать правилам. И быть, ну так скажем, получить разочарование. Это очень важно – получить разочарование в раннем детстве. Задумать себе здание и из кубиков сделать какую-то несуразную башню. Это очень важно. Это очень важно. А родители... Расстроиться и переделать тоже важно. Расстроиться и переделать. Ребенок должен уметь переживать свое маленькое горе. Обязательно. А по поводу беготни хочу сказать, что считается, я уверена в этом правильности мнения, что заставить маленького ребенка быть спокойным – это то же самое, что заставить нас постоянно бегать. И если мы поймем это, да, возьмем положение ребенка, мне кажется, легче станет. И тоже взаимопонимание, как и в играх во всем. Я хочу, знаете, предложить вам, вот каждому из вас сейчас, предложить нашим зрителям какую-то одну, может быть, игру, любимую, нелюбимую, полезную, ну, какую-то на ваше усмотрение, ну, скажем так, которая очень хорошо объединит и родителей, и детей. Вот, Ольга, вы, как у нас воспитатель с 30-летним стажем, мы ждем ваши предложения. Готовы даже с вами поиграть, если, да, вы нам позволите. Я очень хочу поиграть с вами в очень интересную игру. Только что прошел наш Новый год, но год тигра наступает, ой, не тигра, год свини наступает, всего лишь 5 февраля. Так что времени у нас еще поиграть есть очень много. То есть на 5 февраля играем, понятно, так, хорошо. Дети – существа творческие, фантазийные, а мы ведь тоже не сильно взрослые, мы просто выросшие дети, да. В этом сундучке, вернее, в этом башмачке находятся конфеты. И мы с вами сейчас составим сказку. Каждый участник достает конфету и говорит что-нибудь сказочное. Просто сказу? Да. То есть мы с вами сейчас будем составлять такую конфетную сказку? Конфетную сказку. Что же мы не подготовились-то, Ольга? Вы бы предупредили, я сказки давно не читала. Зачем? Мы сейчас все придумаем. Хорошо. Джази. Жили-были музыкальные инструменты, и играли они веселую мелодию джази. Вы подготовились, Ольга. То есть я должна назвать название конфеты, а потом по этой теме пришли? Надо прочитать название конфеты и привязать. Пускай Люда сначала, я подумаю. Так, у меня веселый гномик. Веселый гномик с большой семьей, жил в сказочном лесу. А, еще и пел, играл на гитаре, и, наверное, джаз какой-то, нет? Да, вот этот джаз, который нарисован. Да, все правильно, да? То есть я уловила игру? Совершенно верно. Ух ты, а с конфетой что делать дальше? Держать. Держать, хорошо. Можно две? Можно, или только одну? Можно, можно и две, да. Разучилась я играть, и вот, да, понимаю, что... Что же произошло дальше? И вот однажды сидит этот маленький... Кто там, Наташа, у тебя? Гномик у меня был. Ага, сидит этот маленький гномик и думает, что-то мне стало совсем грустно. Мало волшебства. Пойду-ка я возьму конфетки и пойду в гости кому? К ежику. Ох ты, так у тебя там что-то с ежиком связано, что ли? Да нет, у меня тут ежик. Да ты просто взялась, взять конфетки и пойду к ежику. Вот он и все пошел. Хорошо, ты как к Винни-Пуху прям. Ладно. Так. Оля, продолжайте. Дорогие друзья, я уже потеряла нить, я уже забыла начало сказки. Я не знаю, важно это, не важно. Конфета называется черемушки. Значит, ежик жил, наверное, в черемушках. Да, в черемушках. И был очень гостеприимным. Вы быстро выкрутились. Сразу видно, мама с опытом большим. Вот я здесь весь пакет достал. Доставайте, Геннадий, доставайте и ешьте, в крайнем случае. Чего это написано? Лакомка. А, лакомка. Так, ежик пошел... Лакомка из клубники. Ну, ежик пошел к гномику, который жил в черемушках. За лакомкой. Рядом был магазин, который назывался Лакомка, а у гномика была аллергия на клубнику. Екатерина, Екатерина готова сыграть. По-моему, у нее есть своя версия событий, которые мы тут придумываем. Это очень интересно, правда? Джаз, то же самое. А, это моя упала от лица. Я уже так немножко расслабилась. Ну, как у всех была аллергия на конфеты. Карнавальная маска. Можно заниматься отжазом. После того, как они поели лакомство у ежика вместе с гномиком, они решили отправиться на карнавальную вечеринку. И одели карнавальные маски. Ну, вот здесь можно поставить ноготочие, дорогие друзья. Мне кажется, сказка удалась. Да, Ольга, спасибо вам большое. Я тогда закончу карнавальные маски, я достала снеговика, да? Так. Так как сейчас зима, все стали снеговиками, все стали одинаковыми, веселыми и добрыми. А потом они растают, и будет все по-другому. Дорогие родители, читайте побольше книжек, взрослых, детских, не важно, чтобы ваше воображение включалось. Как мне показалось, в принципе, довольно интересная игра. Мне кажется, вот впечатлила даже тебя. Я растерялась. И я растерялась, потому что вот я вспомнила, что действительно со сказками, с воображением, хотелось мне по-взрослому как-то ответить на вопрос, а ведь на самом деле действительно надо, наверное, попроще. Наталья. Да. Если родители вдруг растерялись, и особенно это касается молодых, неопытных родителей, существует множество подсказок. Вот я очень искренне люблю эту книгу «160 развивающих игр», хотя бы потому, что здесь перечислены игры, которые, ну, не требуют никаких значительных финансовых вложений. И каждая игра, вот, простую ку-ку, да, то, во что играют все мамы, с которыми играли с нами родители. Это когда мама прячется за пеленкой, салфеткой, платочком, а потом выглядывает и говорит ку-ку. Так вот, это совершенно элементарная, простая игра, которая доступна всем. У ребенка очень много навыков формируют. Это предвосхищение событий, это формирование связи причины и следствия, это мыслительные навыки, это выражение эмоций, это постоянство предметов, это социальное взаимодействие. И вот, казалось бы, обычная ку-ку, для меня пока только эмоции, казалось бы, до этого момента формировались. Нет, это постоянство. Мамы нет, так, и вот она мама есть. Если делать немножко временной интервал побольше, то, скажем так, маме или папе, который находится в отпуске по уходу за ребенком, выглядывая из-за двери, можно в течение нескольких минут, пока ребенок ждет, куда-то сбегать и сделать какие-то свои быстрые-быстрые дела. Заварить кофе, да? И вернуться. И сказать ку-ку, а ребенок его ждет. Да. И он спокойно не тревожится. И он не тревожится. Это просто элемент игры. Учитывая, что игра – это ведущая возрастная деятельность у ребенка, задача взрослого – вписаться в эту игру. Напомните еще раз нашим родителям, что это за книга, что это такое за самоучитель для родителей, как правильно играть. Их много. Их много, их много, но это один из вариантов. Таких подсказок сейчас очень много. Они есть, я думаю, в любом книжном магазине. И вот она когда-то попалась. Мы очень любим книжный магазин «Буква У». Зашли, увидели, приобрели. Я не знаю, есть ли она там сейчас, но это действительно такое, ну, несложно. Главное – хотеть. Спасибо большое. Но я знаю, что вот эту вот игрушку принесли сегодня вы. Да. Почему именно такой выбор сделали? Я просто предложила, дорогие друзья, сегодня каждому гостю принести какую-то вот игру, игрушку, и обязательно какую-то связанную с ней историю. Вот что это? Это железная дорога. Это железная дорога. Это кусочек, маленький кусочек от железной дороги. Наш Паша, когда первый раз увидел поезд, он был просто в таком восторге, в диком непередаваемом. И мы решили, мы съездили, посмотрели на большой, огромный настоящий паровоз, покупаем ему игрушечки такие паровозные, ну, и купили железную дорогу, деревянную железную дорогу одной из шведских фирм. Почему именно эту игрушку вы принесли сегодня в нашу студию? Потому что с ней очень любят играть все дети, которые приходят к нам в гости. И когда мы несколько раз докупали составляющие, и сейчас, если железную дорогу полностью собрать, то она занимает целую комнату. И 5-6 мальчиков в возрасте от 2 до 10-11 лет. И несколько девочек. И несколько девочек в возрасте 18. Папа играть в железную дорогу. И мама тоже. Это интереснейшая игра, которая объединяет всех. Это конструктор. Достаточно собрать круг и просто возить паровозик. Задача малыша, ну, просто... Просто возить паровозик. Просто возить паровозик. А может быть, соединить, и магниты соединятся, и он будет просто длинным. Ребенок постарше уже, опять-таки, что-то придумывает. То у них авария, то паровоз сегодня будет ехать, давай построим деревню. Мы рядом построили деревню. Нет, мы расстелили кусочек голубой ткани, это у нас там озеро. И мы туда посадили лягушку. Ну, вот все, что есть... То есть вот эти брусочки, это для того, чтобы строить какие-то шлагбаумы, какие-то там препятствия создавать, Брусочки, это немножко не то. Это... Ну, мы брусочки тоже используем, если нам надо препятствия, завал, башню. Мы используем к этому конструктору уже все то, что есть в доме. И еще одна такая очень важная, чтобы дети играли, сначала интерес в игре должны показать взрослые. Когда только эта игра у нас появилась, еще очень маленькая часть, мы много проводили. Проводили. Да, да, то есть начинали игру всегда взрослые. Всегда взрослые. Хорош совет, спасибо. Мы показывали возможность, что можно с этим сделать, потому что ребенок иногда видит деталей и, ну, не очень понимает. Складывается, как их можно применить. И второй. Вот Гена сказал, что у нас в разобранном виде она собирает, ну, занимает комнату. Но она у нас в разобранном виде бывает один-два раза в месяц. Не чаще. То есть мы ее собираем. Они могут достать маленькую часть, поиграть, но всю нет. Ну, потому что это надо, во-первых, убрать, это долго. Во-вторых... И собрать, это... Собрать долго. Когда много игрушек или много деталей, ребенок теряется. И он свое время тратит на болезненный выбор. Вот, понимаете, он сначала, с одной стороны, хотел поиграть в паровозики. А тут увидел шарики, и вот у него зависка. Надо или паровозик, или шарики. Шарики. А тут вот повернулся, а здесь, ну, конфеты, куклы. И взгляд упал, и все. Уже новая игра, а та недоиграна. И родители переживают. Поэтому у нас у детей в доступе нет множества игрушек. Спасибо. Мы постоянно меняем. Спасибо, Ольга, большое. У нас вот сейчас самое время конкурса, и я хочу объявить вопрос конкурса нашим зрителям по телефону 342243. Дорогие друзья, ответьте, пожалуйста, на вопрос, связанный с темой нашей сегодняшней программы. Нужно назвать игрушку, внимание, в основе которой лежит принцип устойчивого равновесия. Вопрос для взрослых. Дорогие друзья, что мы сегодня разыгрываем? Я знаю, вот Ольга, это вопрос, в принципе, был от нее, и Ольга сегодня готова рассказать, какой приз получит победитель. Победители. Два. Получит чудесный приз. Один победитель, я так понимаю, да? А это будет пригласительный билет на двух человек. Да, на двух человек. Пригласительный билет на двух человек. Прекрасный театр. Тим-театр. Называется «Вересковый мед». Театр погружения и в спектакль, и в наше детство. Ну, кто «Вересковый мед» не читал, не учил? Все учили. А это новая баллада. Спасибо. 34-22-43, дорогие друзья, нужно ответить на вопрос конкурса, чтобы выиграть эти пригласительные билеты. Нужно назвать игрушку, в основе которой лежит принцип устойчивого равновесия. Ну, прежде чем мы уйдем на рекламу, я хочу задать, вот уже полпрограмм прошло, Люд, вот этот код. Чего код здесь делает, да? Да, он что-то все время делает, да, да, да. Это какая-то игра, которую ты хочешь предложить родителям? Наташа, в каждом доме есть мягкие игрушки, да, то есть моя игра такая, ну, это, скажем так, чисто психологический такой прием, да. Мы очень часто хотим приучить детей к каким-то, ну, к каким-то правилам поведения, да. Поэтому очень здорово делать это через кота. Вот у нас, например, в доме много мягких игрушек, да. И вот каждый кот, вернее, каждая игрушка, она как-то интегрирована в жизнь ребенка. Ну, например, кот, он такой, знаете, шаловливый, да, он может разбросать игрушки, он вообще может никого не слушать, да. И от имени кота можно подойти, вернее, можно с котом говорить. Кот, как ты мог разбросать игрушки? Кот может теряться, да, то есть он так же ведет себя, как ребенок, да. Разговор о чем? Чтобы игрушки, мягкие особенно игрушки, чтобы они работали на воспитательный процесс. Это очень хороший период. Это в куклотерапии используется, поэтому кот пришел сюда, он смотрел на Олю, он кивал головой другой Оле, он удивлялся папе, смотрел на Наташу. Он и будет так дальше сделать. Спасибо большое, Люд, спасибо большое за такую идею. Дорогие друзья, мне подсказывают, у нас есть телефонный звонок. Будем надеяться, что это ответ на вопрос нашего конкурса. Напомню, надо назвать игрушку, в основе которой лежит принцип устойчивого равновесия. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Давайте познакомимся. Анатолий. Анатолий, знаете ли вы такую игрушку, в основе которой лежит принцип устойчивого равновесия? Ну, давайте попробуем. Я вообще не сильно уверен, но думаю, может быть, это Юла. Это не Юла, но я вам дам еще одну попытку. Но это не Юла. А какие варианты еще есть? Нет, ну как варианты? Вариант один остался. В вашем детстве, ну, я не знаю, играли ли вы в эту игрушку. Подсказка такая, обычно ее любят очень девочки, хотя, наверное, все малыши. Итак, я даю вам еще одну попытку и считаю до трех. Раз. Не, не могу больше. Нет, нету. Ну что ж, спасибо вам большое, что позвонили, по крайней мере, к нам. Спасибо большое. Дорогие друзья, нужно назвать игрушку, в основе которой лежит принцип устойчивого равновесия. Эта игрушка была очень популярна в советские времена, в моем, по крайней мере, детстве. Сегодня она популярна, но несколько такая, может быть, видоизменяется, но в любом случае она существует. Дорогие друзья, напоминаю, это программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы говорим о детских играх, и сразу после рекламы мы поговорим о том, почему у взрослых не всегда получается играть с детьми. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, на Беларуси 4 прямой эфир, программа «Добрый вечер, Гомель». Как обычно, по вторникам мы даем полезный совет, который пригодится каждому. Сегодня говорим о детских играх. И напоминаю вопрос нашего конкурса. Нужно назвать игрушку, в основе которой лежит принцип устойчивого равновесия. Вот этот пригласительный билет на двух человек на спектакль в театр «Тим-тим» разыгрываем сегодня, его получит победитель. У нас есть еще один вариант ответа. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Да. Здравствуйте, как вас зовут? Давайте познакомимся. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Наталья, скажите, пожалуйста, знаете ли вы игрушку, детскую игрушку, вот принцип которой это вот устойчивое равновесие? Ну, я думаю, это Ванька-встанька или неваляшка. Итак, выберите, 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 выберите правильный ответ. Так Ванька-встанька или неваляшка? Неваляшка. Ну, конечно, неваляшка, Наталья, вот, да, вот такая неваляшка, видите, они сегодня, у меня были в свое время матрешки какие-то неваляшки, да, в детстве, а вот сегодня такая неваляшка, чудная, мне кажется, замечательная игрушка. Ну что ж, пригласительный билет ваш, спасибо вам большое за участие. Мы продолжаем нашу программу, дорогие друзья. И вот на самом деле, что может объединить вот интересы взрослого и ребенка? Может быть, общее увлечение? Ну вот, например, дорогие друзья, превращение вот такого вот старого чемодана в оригинальный предмет интерьера. И вот как, в принципе, что делать с такой вещью, вот прямо сейчас нам расскажет и покажет мастерица Екатерина Титкова. И вот, Екатерина, сразу хочу спросить, вот скажу так, если бы у меня дома был такой чемодан, я бы уже давно выбросила. Вот неужели из этого действительно старой вот такой вот вещи можно что-то сделать? Да, можно, конечно. Можем это придемонстрировать вам. Ого! Как вам? Это старый чемодан советских времен? Да, это были старые чемоданы. И это даже со школьницей? Какое чудо! Мне кажется, заслуживает даже наших скромных аплодисментов, да, дорогие друзья. Итак, вот такие чемоданы. А что, в принципе, можно сделать еще, кроме как декорировать такой чемодан? Для чего годится такой старый сундучок? Ну, вот так как у нас сегодня тема с детьми, можно привлечь тоже детей, сделать кукольный домик, например, сделать. Также домик можно сделать для домашних животных. Можно хранить старые вещи, фотографии, альбомы, новогодние игрушки. Также можно использовать в интерьере прикроватные пуфики, тумбочки, полочки. Я даже видела, есть фотографии, где для котиков, для домашних животных делают. Там у нас, по-моему, были такие фотографии. Если можно, покажите, пожалуйста, да, как, в принципе, можно использовать старые чемоданы. Сейчас мы увидим. Ну, а вы пока расскажите нам, Екатерина, что вы сегодня предлагаете для наших зрителей. Я сегодня предлагаю мамин чемоданчик. Так. Вот, и для начала нам нужно загрунтовать чемоданчик. Давайте мы маму тоже пригласим. Скажите, Ольга, у вас чемоданчики дома есть старые? Да. Так, ну, наверняка вы его... Не такие маленькие. Но не грунтовали еще ни разу их? Проходите и подключайтесь. Это даже очень интересно с детьми тоже, как бы, разрабатывать такие чемоданчики. Для начала мы его грунтуем. Мы берем обычный белый акрил и просто смазываем его равномерно по чемодану. Отдайте кисточку Ольге. Вот так вот, дорогие друзья, педиатр сегодня у нас в гостях. Многодетная мама грунтует чемоданчик. У нас грунтует папа обычно. Сегодня мама. У нас папа в декрете. Он у нас мастер, нет. Все домашние переделки, все домашнее творчество – это папа. Но чемоданчик еще ни разу, да, не переделывался у вас? Ведь какая-то... У нас тройка по этому акрилу, мы умеем работать. Да, папа сделал из чемоданчиков из одного кукольный дом, а из второго просто место для хранения кукольных вещей, одежды для кукол. Ну вот как-то мы упустили этот момент, а надо было действительно его принести в студию и показать. Они очень большие. В чем проблема, Екатерина, для того, чтобы... Надо ровненько как-то грунтовать? Да, обязательно надо, чтобы грунт ложился. Закрасить вот эти все штучки. Нет, мы потом в конце доработаем. Хорошо, пока Ольга грунтует. Что дальше? Следующий шаг. Следующий шаг, то есть у нас есть определенная распечатка, ну, с определенной картинкой. Покажите эту картинку. Нам нужно максимально... Ну, мы уже тут скучали. А, вы уже ее подготовили. Да, да, то есть нам нужно максимально при помощи скотча убрать слои. Вот, я немножко подготовила, тут уже приклеила. То есть есть обычная картинка на обычной бумаге? На фотобумаге. На фотобумаге. Это важно, да, потому что фотобумага, ну, она не имеет свойства, потому что мы в конце будем смачивать ее водой, саму картинку, да, на фотобумаге краска не потечет, не поплывет. Ольга разошлась, посмотрите, посмотрите, какие нравятся. Мне просто раньше никогда не давали кисточку. Вот. Так, значит, Екатерина, мы должны аккуратненько снять рисунок, который пойдет потом на чемодан, если я правильно понимаю. Да, мы снимаем слои, да, мы снимаем максимально больше слоев. И в чем секрет? Ну, чтобы она была тоненькая такая вот фотография. Так, покажите, в чем секрет. Сейчас мы вот берем скотч и потихонечку снимаем наши слои. Вот, весь слой остается на нашем скотче. Вот, и просто, да, и понятно. Понятно, и то есть таким образом рисунок становится тоньше. Да, он становится тоньше, то есть он будет четче смотреться на нашем чемоданчике. Дайте я приложу руку. Да. Вот. Красил бы и красил, я вам так скажу. Я вот понимаю, папа, знаете, начнете с чемодана, а потом комнату будете красить. Ну, конечно, желательно, чтобы это был немножко тонкий слой. Я не знаю, Катерина, подойдет ли вам наша грунтовка? Ну, Ольга, молодец, конечно, отлично, здорово. Так, наша картинка готова. Так, ну, подождите, наш чемодан тоже вот мы загрунтовали. И чемоданчик ваш тоже загрунтовали, но ему нужно высохнуть, да, как минимум час-полтора. Ну, я знаю, что у вас есть секретик, есть еще один чемоданчик, который уже высох, дорогие друзья. Да, заранее подготовлено. Так, давайте мы уберем тогда то, что будет сохнуть. Вот, у нас заранее есть подготовлен чемодан. Вот, все загрунтовано, все готово. Так, маме чемодан, я показываю дальше. Нам нужно обязательно файлик. То есть нам надо приклеить сейчас, дорогие друзья, вот на этот чемодан загрунтованный рисунок какой-то? Да, перенести рисунок, но нам нужен обязательно файлик, потому что мы будем смачивать водичкой нашу распечатку, и она может порваться просто в руках у нас. Поэтому нам поможет в этом файл. Для начала мы берем, смачиваем. Просто водой? Да, обычной водой. Много воды не надо, нежелательно. И просто потом наклеиваем? Да. Я не знаю, я пока ничего сложного не вижу, но это же я так стою, разговариваю рядом, дорогие друзья. Это же не то, что там я, да. Когда мастер делает, всегда кажется легко. Да. Ну, я знаю. С детьми, кстати, дети тоже любят помазать красками, кисточками поработать. Все бы сейчас ваши тут стояли, дети, и полностью давали бы советы, и помогали. Для детского творчества мы покупаем в магазине полисчат, недомоты. И у нас метрами идет бумага, не листиками, а метрами. Слушайте, вот вы правильно делаете, вы смотрите, дети мясо отбивают, ужин готовят, да. Чуть ли не ремонт уже умеют делать, папе помогают на стройке. Давайте смазать пока наша картинка. Вы доверьте что-нибудь, Ольга, или боитесь? Смазываем быстро, максимально быстро и ровно. Чем? Это ПВА. Да, клей ПВА, жидкий. Желательно, чтобы он был жидкий, чтобы у нас не оставалось ни комочков, ни воздуха потом у нас на нашей картинке. Ну что ж, дорогие друзья, очень хочется увидеть, что из этого получится. На самом деле, мне кажется, это занятие очень увлекательное, и вы знаете, все-таки такое модное увлечение, вот такое, как декупаж, подходит. Мне кажется, действительно, для совместного творчества и для детей, и для родителей. Пока вот вы клеите, я бы хотела затронуть тему, как вообще научить ребенка играть без взрослого. Кто даст свои советы? И когда вообще, в каком возрасте? Я буду давать советы. И в каком возрасте? Ольга, ребенок должен уже играть без взрослого? Ну, начнем с того, что ребенок никогда никому ничего не должен, а вот уметь он начинает с самого рождения. После рождения ребенок буквально несколько минут сосредотачивается и смотрит на рисунок на обоях. Это он играет сам. С возрастом это время увеличивается, но не надо ждать от двухлетнего ребенка более 10 минут увлеченности одной игрой. То есть через 10 минут у нас пойдет переключение, потом он, может быть, опять вернется, потом опять переключение. Ну, может быть, временные рамки, Людмила, немножко меня поправит. Но с каждым годом это расстояние увеличивается, временной промежуток. И к времени, когда ребенок идет в школу, он в состоянии 35 минут удержать внимание. 35, дорогие друзья, учителя, что урок 45, ну, чтобы учителю было чем заняться в конце концов. Спасибо большое. Вот я смотрю, уже рисунок наш переносится. Да, мы аккуратно используем копку, да, чтобы у нас не было воздуха, потому что потом картинка, когда высохнет, она потрескается. И главное, чтобы не было вот этих разводиков, да? Да, 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 это все мы уберем попозже и доработаем красочками нашими. Ну что ж, дорогие друзья, я пока зачитаю. Ну, Ольга может еще вам помогать? Или вы уже все взяли в свои руки? Как настоящий мастер. Ольга, присаживайте тогда. Я бы хотела зачитать несколько сообщений, которые прислали наши зрители про детские игры и игрушки. Катерина пишет, что в их семье любимые игрушки – это куклы Лолы. Это вот эти современные сейчас шары, мне кажется, дети на них просто помешаны. Елена пишет, что играют в развивающие игры, которые учат счету, чтению, различию цветов и оттенков. И мама считает, что это очень хорошо, что такие игры вообще появились, но больше всего мне нравится продолжение этой фразы. Это намного упрощает жизнь родителям, считает Елена. Я не вижу в этом ничего плохого, в принципе, почему бы и нет. Олег говорит, что ему кажется, что все дети сейчас играют в компьютерные игры. Ну, это тоже не секрет. И вот о том, как же гаджеты изменили детские игры и что с этим делать, об этом мы продолжим разговор в прямом эфире сразу после рекламы. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Добрый вечер, Гомель». Напоминаю, это прямой эфир, телефон в студии 342243. И сегодня тема нашей программы – это детские игры. Дорогие друзья, хотелось бы просто обратить внимание на сообщения, которые присылают наши зрители. Я специально их определила в отдельный блог. Мы говорили о детских играх, это одна из самых серьезных тем. Галина пишет, что племяннику 6 лет постоянно играет в зомби, телефон из рук не выпускает. И волнуется Галина, кажется ей, что это может негативно отложиться на психике ребенка. Татьяна. Дочке не разрешает играть в компьютерные игры, ей всего 5 лет, и вот разрешает ей смотреть развивающие мультики и играть в развивающие игры. Ирина своя история. Сын, у подружки сын играет, причем очень много играет в компьютерные игры, я так понимаю, и вот Ирина считает, что это неправильно. Вот как гаджеты изменили детские игры и что с этим делать? Вот поговорим об этом далее в нашей программе. Ольга, Геннадий, скажите, вот сколько у вас дома компьютеров, откровенно? У смартфона у всех два планшета и два ноутбука. Ну немало. Я так понимаю, что мамин телефон и папин, наверное, планшеты, наверное, любимые игрушки у детей, нет? Мы не разрешаем играть ни с телефонами, ни с планшетами. Я разрешаю иногда посмотреть развивающие, как вот упоминалось, мультфильмы, но это опять же буквально 10-15 минут. А какие, Ольга, правила в семье, чтобы вот это расстояние как бы между детьми и гаджетами вот как-то правильно учесть? Ну, они научатся все равно. Все равно научатся. И мы используем это только, так скажем, в крайнем случае. Ну, вот мы скоро уже приедем домой, ребенок в автокресле пристегнут, начинает капризничать. Надо либо остановиться, либо потерпеть. Ну, понятно, что сил больше терпеть нет. В такой аховой ситуации я могу дать в руки свой телефон. Это бывает так редко, поэтому это так необыкновенно. Да, это такое нарушение правил. И, значит, конец дороги у нас проходит спокойно. Но дома мы по мере возможностей стараемся не брать телефоны, хотя у меня, честно, это не очень получается. Мне надо ответить. Нужно подать информацию, нужно кого-то проконсультировать. Но как только я сделала, я его спрятала на полку, потому что дети подражают. Дети подражают. То есть в любом случае вы, как мама, тоже волнуетесь за это и не всегда можете с собой что-то сделать. Людмила, стоит ли волноваться родителям? Вот я к чему веду. Сегодня и компьютерные игры. Мы же не говорим о том, что они везде, да, компьютеры. Но компьютерные игры, они меняют, скажем так, и сюжет, и персонажи разные, не такие, как раньше у детей. Стоит ли родителям волноваться? И как вообще относиться, скажем, в раннем возрасте к подобному влечению? Наташа, могу сказать только одно. Может быть, когда-нибудь слышали такую тему, как дети Маугли? Маугли. Если ребенка воспитывает волчица, ребенок будет волком. Человека должен воспитывать другой человек. Здесь нет альтернативы. И не надо придумывать ситуацию, что вот я ребенку дам гаджет, и с помощью гаджета ребенок будет воспитан. Это утопия. И чем раньше родители это понимают, тем лучше для них. Поэтому, как я уже сказала, человека воспитывает человек с помощью каких-то там предметов. И дозировать должны родители, а не так, что с утра до вечера давать ребенку самому развлекаться с этими предметами. Вот мой ответ. Спасибо. Спасибо, Людмила. Дорогие друзья, а ведь на самом деле наш-то чемодан, я смотрю, почти готов. Екатерина, в двух словах, что получилось и что вы сейчас делаете? Мы, да, на завершающем этапе мы дорабатываем красочками. Краски у нас могут быть как обычная гуашь, так и акрил. А давайте мы покажем нашим зрителям, потому что вряд ли мы успеем все красиво доделать. Но в любом случае, я так понимаю, вы сейчас вот этой губочкой с синей красочкой делаете вот эту вот красоту, которую мы с Ольгой немножечко где-то зашли за края, так как торопились. Но в любом случае потом это все еще покрывается лаком. Да, матовым, акриловым лаком обязательно. Так, подождите, если я правильно понимаю, то эта сторона готова? Да, это готова сторона. Ну вот я же говорила, она настоящий мастер, да. Она знает, что показать в результате. Что это может быть за чемоданчик? Вы назвали его мамин чемоданчик. Мамин чемоданчик, да. Она может как применять его, саживать детские хружки туда. Можно тоже детские вещи уже, которые маленькие остались. Вот. Ну, в принципе, для чего угодно. А вообще хотелось бы сказать, что у каждого из нас, у человека, есть своя какая-то вещь, всеми любимая. Но наши вещи имеют свойство изнашиваться, поэтому вот сегодня мы дарим вторую жизнь нашим старым вещам и заново в них влюбляемся. Это очень хорошо, но при этом, дорогие друзья, мы таким образом увлекаем своих детей, да, и делаем такое вот времяпрепровождение с ними, такой совместным отдыхом. И причем очень полезным. Екатерина, спасибо вам большое. Я бы с таким чемоданчиком, вы знаете, и куда-нибудь на турецкое побережье, да, поверьте, было бы очень оригинально. Спасибо вам за этот мастер-класс. Вы знаете, тема детских игр, на ней можно говорить долго, бесконечно. Я вот подготовилась к этому моменту и не могу найти, никто не видит шарика, разрисованного ручкой. Ну, неважно. Вот беленький. Да, наверное, это он. Чтобы время не занимать, вот у меня есть две племянницы, одной четыре, одной семьи, это мои любимые девочки, мы с ними очень много играем. И у нас, у них любимая игрушка, это воздушный шарик, а любимая игра называется планета. Я вот не могу удержаться, чтобы не рассказать очень простые правила, посоветую, вдруг кому-то понадобится. Берем шарик, представляем, что это планета. Берем в окна и на фломастеры и начинаем разрисовывать жителей этой планеты. Все очень просто, все очень просто. Возьмите шарики, возьмите фломастеры, попробуйте, вам тоже понравится. И у каждого своя планета, у меня почему-то на ней все время большие жители, у моей племянницы помладше маленькие жители. Но в любом случае это действительно очень увлекает. Можете попробовать тоже, Екатерина, нарисуйте свою планету. А я бы хотела... Ольга, мне вот нравится ваш подход. На красном шарике красным фломастером может рисовать только воспитатель. Ну, может быть, вы предложите нам какую-то свою игру с воздушными шариками? Да, есть еще очень интересная игра. Мультика, конечно, хорошо, иногда их можно даже... Возьмите шарик? Да, иногда их можно, нужно русло перевести. Маша и медведь. А ведь можно сделать семью Машенек, правда? Для этого нам нужны платочки и шарики. Так, шарик, давайте мне шарик. А платочек тоже я вижу вот здесь вот на столе. Что мы делаем? Надеваем? Надеваем. Заодно моторику развиваем. И сенсорику. Мне кажется, так сложно на шарик платочек. Ну, на этот шарик, может быть, немножко сложно, но в следующий раз... Да не так все, Ольга, я вам сейчас все расскажу. Подождите, берите платочек, раскрывайте, надевайте. Да нет, тоже не получилось. Но, в любом случае, дорогие друзья, мне кажется, здесь не хватает опознавательных знаков. Нарисуйте что-нибудь. Наверное, это будет... Так, можно? Тогда, чтобы было более выразительным. Теперь я буду знать, да, еще... Сделаем татуаж, сделаем, да, глазки сделаем. Ну, а ротик уже красный, это зеленый. Вот такой вот Машенька, и точно таким же образом мы можем нарисовать медведя, да? И вот такие вот чудесные... Ой, здравствуйте. 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 Шарик очень похож на тебя, действительно, не хватает только такого вот шарфика модного. Ну что, по-моему, замечательные игры, и мне кажется, вот такие игрушки ничем не хуже, чем те, которыми... Даже не Валежка со мной согласна, чем те, которыми сегодня мы заполоняем наши детские комнаты. Последний вопрос. Какие ошибки мы чаще всего, взрослые, допускаем, когда вот общаемся, играем со своими детьми? Если можно коротко, потому что вот тут уже все заканчивается, наша программа, да? Очень часто бывает так, что взрослые не дают детям самостоятельности. У ребенка всплеск самостоятельности, и нужно это очень поддержать. Ребенок-герой, ребенок мчится, ребенок там спасает каких-то бизонов, А в это время мама приступ нежности. Ах ты, моя сладенькая, ах ты, моя маленькая, ах ты, моя ненаглядная, ах ты, моя пестушка. И получается, маленький человек, который только был взрослым, да, он же играет, опять превращается в то маленькое сопливое немаулятко. А потом, конечно, он будет тревожиться. Про бизонов это круто. Давайте представим, да, что наши дети все время воюют с бизонами, и, может быть, будем к ним более, да, серьезнее относиться. Ну, я хотела сказать, что не надо уменьшать время, проведенное ребенком в игре. Почему? Потому что это основная деятельность. Игра — это основная деятельность. Как для нас, для взрослых, работа — это основная деятельность, да, то есть какая-то деятельность на пользу общества. Он таким образом познает себя, свои возможности и этот мир. Игра — самое главное. Спасибо. Ольга, Геннадий, ваш совет нашим родителям. Продлеваю фразу Людмилы. Учитывая, что это ведущая возрастная деятельность, ребенку очень важно позволить играть. Когда мы его отводим на какие-то занятия, структурируем его день по своему расписанию, мы его лишаем этой возможности. Что происходит потом? Дети все равно это компенсируют. Они придумывают сегодня свои игры. Сейчас в Гомеле очень популярна, я не знаю, как она называется, игра, где-то деток от 12 до 18 лет, вынеси незаметно вещи из магазина. Этой игре подвержены все дети и из благополучных семей, и спортсмены, и медалисты, и активисты. Но дело в том, что это преступление, это ведь хищение. Но это так замещаются отсутствующие ранее игры. Поэтому родителям мы очень рекомендуем позволять детям играть. И играть вместе с ними. Геннадий, что бы вы хотели посоветовать? Проиграть вместе с ними я посоветовал бы родителям во время игр самим становиться немного детьми. И тогда игра пойдет вперед и будет нравиться и родителям, и детям. Спасибо большое. Дорогие друзья, ну вы, не знаю, мне кажется, это здорово, если вы прислушаетесь к советам нашей программы. Это была программа «Добрый вечер. Гомес». Наталья была «Нет». До новых встреч в прямом эфире. До новых встреч в будущем.